Всем привет! В этом видео я решил поделиться секретом, как сохранить свои суставы. Я тренируюсь с одегощениями уже более 17 лет и мои суставы в абсолютном и полном порядке. За это время у меня не было ни одной травмы, ни колена, ни позвоночника, ни локтя, ни плеча. Точно такая же тенденция наблюдается у моих клиентов, а через меня прошло их уже более трех тысяч. И это серьезное основание для того, чтобы делиться информацией о том, как сохранить свои суставы здоровыми. Когда молодые люди хотят накачаться, последнее о чем они хотят думать, это о здоровье, о своем здоровье и о здоровье своих суставов. В интернете можно найти видеоролики, как профессиональные спортсмены героично восстанавливают себе позвоночник, колени, локти после тех или иных травм. Когда ты смотришь все это по интернету, кажется, что вот столько людей восстановили себе колени, подумаешь, получил травму, восстановился, сходил на реабилитацию и все будет нормально. В реальности же более 95% людей, обычных людей, которые тренируются и получают травму, после первой серьезной травмы все тренировки у них заканчиваются и качество жизни сильно портится. Каждый профессиональный тренер знает, что здоровые суставы это главное богатство любого спортсмена. Но если профессиональные спортсмены могут себе позволить реабилитацию, массажистов, какое-то более-менее грамотное восстановление, потому что спорт это их работа, то обычный человек, который просто заходит в тренажный зал вечерком, через день, через два на тренировочку, у него точно нет времени на реабилитацию, восстановление своего тела после травм. Первое и самое главное, что стоит понимать, состояние ваших суставов напрямую отражает состояние вашего здоровья. Нет здоровья, нет суставов. Если у вас страдает здоровье, то ваши суставы тоже страдают. Соответственно, если вы делаете какие-то упражнения с одегощениями, у вас болят суставы, то не надо надрываться, делать че из «не могу, не хочу, ненавижу», полагая, что вот есть какой-то такой мифический потолок, вот вы его пробьете и дальше все будет хорошо. Нет, вот с мышцами это иногда прокатывает, с суставами это точно не прокатит, потому что закончится все банальным хрустом и неприятной травмой. Тренируясь в зале с железом, очень важно подбирать вес не по мышцам, а именно по суставам. То есть вес нужно брать такой, который будет комфортный вашим суставам. И даже если мышцы могут потянуть намного больше, а суставы не тянут, не стоит брать больше. Нужно потренироваться с этим весом, понять, почему у вас слабые суставы. Если у вас слабые суставы, значит у вас со здоровьем что-то не так. Наладить свой режим, наладить питание, наладить сон, пока отпадутся в своей голове, наладить свое психическое состояние. После этого восстановить свое здоровье, тренируясь параллельно с маленькими весами. И параллельно ваши суставы будут укрепляться, и вы сможете брать вес намного больше, больше, больше и больше. Например, в приседаниях я начинал с пустого грифа. И последние три года у меня на штанге в рабочем весе 140-150 кг на 12 повторений и 5 подходов. При этом мои межпозвоночные диски, тазобередные суставы и колени чувствуют себя абсолютно комфортно, и я мог бы взять еще на 30-40 кг больше. Но я знаю, что не стоит гнаться за весами. Например, за последний год я два раза перенес ковид. Я переезжал в другую страну, у меня было много стрессов. Мои тренировки обрывались два раза с перерывом более чем на месяц, и рабочие веса падали на 10-15%. И вместо того, чтобы зайдя в зал при возобновлении тренировок, начать истерить, как это делают большинство каченят, там, жим упал на 300 грамм, он уже истерит, все там в блокноте что-то не сходится, этот график, график ползучий, который должен, значит, тренд возрастающий должен постоянно расти, он пошел вниз. Значит, все истерика, не знаем, что делать, надо радикально что-то менять. Нет, я не истерю по этому поводу. Если у меня рабочие веса в том же приседе или в жиме упадут на 10-20-30 кг, я просто продолжу тренироваться, потому что главное это процесс и регулярность тренировок. Например, если после длительного перерыва я захожу в зал, я помню, что у меня приседания были 150-140 кг, но вот сейчас как-то больше 120, ну не идет, тяжеловато уже. Я поприседаю со 120 кг, я знаю, что через месяц-два я верну свои рабочие веса и продолжу тренироваться дальше. Ведь моя цель не просто там зафиксировать какой-то максимальный результат, сфотографироваться, получить какую-то медальку и все. Моя цель быть в форме везде и всегда. Если моя цель быть в форме везде и всегда, значит я буду регулярно тренироваться. Если я буду регулярно тренироваться, значит у меня будет здоровье и будут расти мои показатели. Соответственно, какая разница? В этом месяце у меня 120 кг приседания или 140 или 150. Если сейчас 120 или даже 100, через 2-3 месяца я догоню и буду чувствовать себя абсолютно нормально. Но если я сейчас перегну палку, я могу травмировать свой позвоночник, я могу травмировать свои колени и потом мне вернуться на эту позицию уже будет очень-очень сложно и это займет ну минимум полгода. Поэтому тренируясь, нужно понимать, зачем вы это делаете, для кого вы это делаете. Вы это делаете для себя, либо для каких-то своих друзей в интернете, либо для того, чтобы похвастаться в каких-то протеиновых пабликах о том, что вот ты такой классный, ты там столько-то жмешь, ты столько-то тянешь, приседаешь, ты там получил какое-то новое спортивное звание. Зачем вам это нужно? Если вы будете тренироваться для себя и ваша цель будет быть в форме везде и всегда, то веса вы должны подбирать по вкусу, то есть по состоянию ваших суставов. Это самый-самый главный секрет. То есть столько, сколько тянут суставы, столько берете. Если мышцы тянут больше, а суставы не тянут, значит что-то не так. Восстановили здоровье, разобрались, много раз повторили, укрепили суставы, пошли дальше. Когда у вас появится больше здоровья, когда ваши суставы укрепятся, вы догоните эти веса, ваш организм попросит еще-еще. И это будет нормальный естественный рост. И часто, кстати, из-за того, что молодые люди давят себя весами, у них нет абсолютно никакого роста. Хотя в интернете каждый уважающий себя задрот считает своим долгом доказать всем, что вот нужно тренироваться на максимально предельных весах, там иначе не будет роста. Ну это такая себе иллюзия роста. То есть сегодня ты пожал 100, через полгода на 300 грамм больше. И кажется, что вот каждые полгода ты будешь расти по 300 грамм, но потом что-то не там хрустнуло и все закончилось. Если же тренироваться с умеренными весами, с умом, подбирая нагрузки именно по суставам, то ваши показатели стабильно растут. И растут они не от того, что вы выжимаете последние соки из своего организма. Растут они потому, что у вас больше здоровья. И, кстати, главный секрет накачки, это, правда, отдельная тема, натуральные накачки, сделать так, чтобы у вас было много здоровья. Мышцы растут всегда от избытка здоровья. Суставы укрепляются от избытка здоровья. Нет здоровья – нет мышц. Нет здоровья – нет суставов. Многие считают, что травмы можно получить только при работе с железом. Вот если работать с своим весом, там, на турниках, на брусьях, отжимания от пола, то тут суставы свои травмировать никак нельзя. На самом деле суставы можно травмировать не только при работе с железом с большими весами на малоповторе, а можно также их травмировать при работе с собственным весом, например, отжимаясь на брусьях по несколько сотен повторений в день, особенно в холодную погоду, то же самое отжимания от пола. Суставы можно травмировать от малоповторки на запредельных весах и от маленьких нагрузок, но если повторить их сотни раз в день. То есть наши локти, к примеру, не рассчитаны на то, чтобы мы отжимались от брусьев по тысячу раз в день. Чтобы избежать травм суставов, нужно просто помнить о том, что есть здравый смысл. Тело вам всегда подскажет, что не так. Если вы что-то делаете, какое-то упражнение, и ваши суставы ноют и болят, значит, вы делаете что-то не так. Если ваши суставы в абсолютном комфорте, значит, все хорошо. Если вы хотите сохранить свои суставы, помните, что нужно слушать прежде всего свое тело, а потом уже разных умников из интернета. Если вы начали тренироваться, и у вас болят суставы, первое, что вам приходит в голову, чтобы такого съесть, чтобы это все прошло. И далеко не всегда это помогает. То есть если у вас болезнь суставов, например, артрит, с этим нужно что-то делать. То есть нужно идти к врачу и лечить свой артрит. Пока вы это не вылечите, нормальный тренировочный процесс вам не светит. Если у вас просто слабенькие суставы от того, что вы полжизни пролежали на диване, потом посмотрели какую-то ядреную мотивацию в интернете и решили, вот все, я за 30 дней наберу 5 килограммов мышц. Вы начинаете интенсивно тренироваться. Конечно же, ваши суставы к этому не привыкли. И вы испытываете боль в суставах, либо какие-то сильно неприятные ощущения. В этом случае нужно просто снизить нагрузки и дать себе ту нагрузку, которая будет комфортна вашим суставам. Потом это много-много-много раз повторить. Что добавить в свой рацион, чтобы ваши суставы были крепкими? Как я уже сказал, здоровье ваших суставов напрямую зависит от общего состояния вашего здоровья. Ваше состояние здоровья сильно зависит от режима, от питания, от психоэмоционального состояния, от сна. А ваше питание сильно зависит от качества пищеварения, от рациона. Ну и от многих других факторов. Короче говоря, если углубиться в это, окажется, что можно голову сломать, потому что все взаимосвязано. И если вы думаете, что может что-то такое волшебное съесть, и ваши суставы резко станут крепкими и мощными, то, скорее всего, вы не найдете ту волшебную таблетку, которая решит эту проблему. Потому что, вот элементарно, если у вас плохое пищеварение, вот скажем, вы решили добавить себе парочку каких-то пищевых добавок, там рыбий жир, коллаген для суставов, и у вас плохое пищеварение, соответственно, эти компоненты у вас будут усваиваться крайне плохо. То есть, для того, чтобы любые добавки на вас работали, нужно в первую очередь наладить свое пищеварение. Настройки пищеварительных процессов – это глубокий процесс, но начинать нужно хотя бы с настройки своего рациона. И когда у вас рацион будет более-менее полноценным, вы будете соблюдать режим дня, можно будет добавить парочку каких-то добавок. Не нужно добавлять все подряд на всякий случай, а вдруг повезет. Дело в том, что если вы добавляете не то и не тогда, когда ваш организм в этом нуждается, то вы ровно никакого эффекта с этого не получите. Многие ребята, просто случайно увидев какую-то рекламу той или иной добавки, добавляют ее себе и думают, что когда-то оно сработает. На самом деле, абсолютно все пищевые добавки для спортсменов, если они работают, то эффект вы чувствуете сразу. Если они не работают, то эффекта вы, соответственно, сразу же и не чувствуете. Пересмотрите свой рацион, выбросьте колбасу, добавьте овощи, добавьте фрукты, добавьте нормальный белок, нормальное мясо, добавьте зелень, пейте воду. И после этого уже можно добавить две добавки, если вы очень хотите. Первое – это масло льна или рыбий жир. Второе – это коллаген. Коллаген можно получать из специальных пищевых добавок. Можно есть мясо там, где большое количество хрящевой соединительной ткани. Например, покупать говяжьи ребра и готовить их себе в духовке, поедая их каждый день. Можно включить в свой рацион, например, десерты и с добавлением желатина. По дозировкам от 1 до 3 ложек масла льна в сутки и по коллагену от 2 до 10 грамм в сутки. Точных цифр каждому из вас я не дам, но вот средние параметры колебаются примерно в этих диапазонах. У каждого свои габариты, у каждого свои нагрузки, поэтому для каждого дозировка будет своя. Если с моими суставами что-то не так, я задаю себе ряд вопросов. То есть спрашиваю себя, какое у меня было психоэмоциональное состояние в последние месяцы, как я ел, как я спал. Дальше устраняю первопричины и если есть смысл добавить масло льна и коллаген, то я это добавляю. Потом мои суставы восстанавливаются, я просто нормально ем, нормально сплю и эти добавки я уже могу в принципе не использовать. То есть если с вашими суставами что-то не так, вы добавили масло льна, добавили коллаген, вашим суставам хорошо, дальше вы чувствуете, что это хорошо стабильно. Можете попробовать выдернуть эти добавки, если с суставами все будет нормально, то их можно заново и не включать. То есть организм человека это такая довольно загадочная штука, особенно если постоянно вести здоровый образ жизни, то ваша система пищеварения все лучше и лучше выжимает все полезные вещества из еды, которые нужны вашему организму. То есть когда у меня были повышенные нагрузки на суставы, вот я добавил те добавки, о которых я сказал, потом я их выдернул, я почувствовал, что они мне снова нужны, потом я опять их добавил, потом я их опять выдернул и понял, что они мне в принципе не нужны. То есть мои суставы в полном порядке, зачем я буду добавлять что-то лишнее в свой рацион. Если мой организм научился получать все необходимое из того простого рациона, который у меня есть. И вообще по добавкам, чем меньше добавок вы используете, тем лучше. Потому что каждая добавка это вот этого насыпь, вот этого забодяж, вот этого замути и вот большое количество этих мелких действий, оно на самом деле выносит мозг. Поэтому берегите свои нервы и используйте только те добавки, которые на самом деле необходимы. В народе существует такое мнение, что если у вас хрустят колени либо какие-то другие суставы, значит этими суставами лучше не пользоваться, а уж тем более нельзя приседать, если у вас хрустят колени. А с весами тяжелыми точно нельзя приседать. Вот сколько я себя помню, мои колени хрустели. С раннего детства я тренируюсь с одегощениями уже более 17 лет и с моими коленями все очень хорошо. То же самое я наблюдаю у своих клиентов. То есть если нет боли, то можно себе спокойненько приседать, суставы укрепляются, потом этот хруст проходит, может появиться опять, может опять пройти. И если нет боли, то все хорошо. Итак, подытожим, что самое главное для здоровья ваших суставов. Если они хрустят, то это ровно ни о чем не говорит. Первое. Второе. Выбирать веса всегда по состоянию ваших суставов. То есть столько, сколько тянут суставы. Следить за своим здоровьем, стабильно тренироваться. Но еще если вы чувствуете, что вашим суставам тяжело выполнять упражнения с текущим весом, даже несмотря на то, что вы последние столько-то лет, для вас нормальный рабочий вес, то лучше все-таки убавить. Наладить состояние своего здоровья потом, когда ваше состояние здоровья выровняется, рабочие веса вырастут естественным образом и ваши суставы от этого только укрепятся. Вы избежите травм и не будете прерывать тренировочный процесс, потому что самое главное в тренировках это не то, что показывает штанга, сколько блинов. Главное это состояние. К сожалению, многие забывают, зачем они ходят в тренажерный зал. В тренажерный зал мы приходим за здоровьем, за состоянием, за оптимизмом и за приемлемым внешним видом. И если все это делать, делать добросовестно, качественно, регулярно, то веса вас догоняют сами и естественным образом вырастают все ваши нормативы и через какое-то время вы будете все сильнее, 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 сильнее. То есть я никогда не гнался за весами, но с годами, каждые 2-3 года у меня идет прорыв. То есть мои рабочие веса растут, ну это нормально, хотя по мнению большинства после 25 лет уже тестостерон падает и ты уже одной ногой на пенсии. На самом деле, то есть если вы следите за своим здоровьем, то у вас результаты будут расти и после 30, и даже после 40. Ну это общеизвестный исторический факт. Мужики всегда после 40 были намного сильнее 20-летних. Из чего бы это после 25 лет тестостерон начал скадываться вниз? При том, что уровень вашего здоровья и силы зависят не только от тестостерона, там гормональный компот намного сложнее. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, я сделал отдельное видео. Берегите свои суставы, свое здоровье. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok